Всем привет, разбираем 470 вариант Ларина, очень интересный получился вариант, много сложных задач, особенно вторая часть, интересные сложные задачи, там 19 на систему диафантовых уравнений, в общем классно, смотрите по задачам, все задачи разбиты по тайм-кодам для вашего удобства, поехали. Итак, быстренько все будем решать. У нас первая задача о каком-то четырехугольнике, ну прямоугольник, можно было не уточнять, что это прямоугольник, здесь у нас получается площадь его 45 и нужно найти площадь вот этого вот треугольника, если k или mn это середина сторон, ну в общем сразу же площадь k или mn это половина площади прямоугольника, это теорема Вареньона у нас, 45 вторых, а этот париллограмм, его площадь это высота умножить на основание. В то же время площадь этого треугольника это половина высоты на основании, то есть треугольник, понятно, половину париллограмм занимает, который в свою очередь занимает половину этого прямоугольника. Короче, ответ 45 четвертых, это что, 11,25, да? Идем дальше. На координатной плоскости завершены векторы, найдите косинус угла между ними. Ну здесь очень просто это будет сделать, просто по, значит, скалярному произведению векторов. Что я вижу сразу же, 4, 3, 5, у меня два вектора длины 5 каждый, да, 4, 3. Так, что хочется теперь сделать, наверное, давайте найдем координаты этих векторов. То есть здесь у нас вектор А это 3, минус 4, да, получается, то есть 3, минус 4. Вектор В это 4, минус 3, вектор В это 4, минус 3. Давайте скалярное произведение А на В найдем. А на В есть 3 на 4, плюс минус 4 на минус 3, 24 получается. Таким образом, косинус тогда угла между векторами, то есть с другой стороны, опять же, А на В, я скажу, что это длина на длину на косинус угла. Ну и получаем 25 косинусов равно 24, откуда косинус сам равен 24,25, да? Ну это 0,96 получается. Следующая задача. Так, ну это будет очень муторно, конечно, площадь поверхности искать. Давайте что сделаем? Давайте сначала представим, что у нас был обычный вот такой вот параллелепипед. Обычный параллелепипед, у которого ни дырки внутри нет, да, ни вот этих вот двух опухолей. То есть давайте посчитаем просто его площадь поверхности. Значит, S поверхности. Ну я бы назову это S поверхности нулевое, скажем так. Получается, у нас будет дважды произведение. У нас тут 6 на 2 на 6, да, был параллелепипед. Значит, это дважды 6 на 6, плюс 2 на 6, плюс 6 на 2. Так, получается, здесь у нас было дважды 36, плюс 12, плюс 12, плюс 12, 24, 60, 120, да, получается. Далее, что мы сделали? Мы, получается, проделали дырку вот такую. Значит, убрали два вот таких вот квадрата. Каждый квадрат по 4, значит, убрали 8. Дальше присобачили мы, получается, ну не то, что присобачили, но за счет того, что мы здесь дырку проделали, образовалась еще вот такая вот поверхность, да, поверхность дырки. Так, ширина у нас, ну, глубина этого всего, не знаю, всего, всей ситуации глубина, скажем так, 2. Получается здесь дважды 2 квадратик, да, ну таких квадратов у нас 4. Получается плюс 16. 8 убрали, 16 добавили. Окей, дальше. Что произошло, когда вот эту опухоль приделали? Ну, смотрите, здесь, по сути, вот такой вот прямоугольничек отодвигается туда, не знаю, прямоугольник, может быть, даже квадрат. Да, это квадрат дважды 2. То есть, вот этот квадрат площади 4 сюда отодвинулся. То есть, он сначала был учтен как площадь поверхности здесь, теперь как здесь будет учтен как площадь поверхности, он уже внутри этих 120 сидит. Значит, мне надо добавить лишь вот это вот все, да. А здесь у нас, опять же, 4 квадратика дважды 2, то есть, здесь добавление вот такое по кругу, точно такое же, как тут вот по кругу, да, плюс 16 получается. Ну и последнее, вот эту вот переднюю опухоль, давайте тоже посчитаем. Значит, вот этот прямоугольник, он здесь раньше был, и получается, он просто сюда вперед придвинулся, он, значит, в этих 120 учтен. Получается, мы прибавляем к этому всему, что я сделаю? Давайте, наверное, посчитаю периметр 6. Здесь 2, 6 плюс 2, 8, 16. И глубина у нас здесь 1, да, потому что здесь у нас 3, здесь у нас 2. Получается, плюс еще 16. Так, здорово, 120 плюс 48 минус 8, 120 плюс 40, 160, да, вот это вот получается наш ответ. Надеюсь, все правильно посчитал. Если что-то неправильно посчитано, обязательно пишите в комментариях, где я обсчитался. Идем дальше. Игральную кость бросили дважды, известно, что 5 очков не выпало ни разу. Найдите при этом условие вероятность событий, что сумма выпущих очков равна 7. Ну, смотрите, здесь самое простое, что можно сделать, это составить таблицу. То есть у нас по вертикали, скажем так, будет по горизонтали, точнее, одна кость, по вертикали вторая кость. И мы вот такую вот таблицу составляем. Что мы понимаем? Ну, что вот, если выпало 1, 1, то в сумме выпало 2. Если выпало 2, 1, то в сумме выпало 3, да, то 3, 1 в сумме выпало 4. То есть у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 6, 1 в сумме дает 7, мы как раз об этом будем сейчас говорить. Так, дальше. Если выпало 1, 2, то тут будет 3. Если выпало 2, 2, то тут будет 4. 3, 2, тут будет 5. Ну, и понятно, да, что у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь будет 3, 1, 4. И видим, опять же, логика 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А табличка эта всегда будет устроена так. 6, 7, 8, 9, 10. Здесь 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это стандартная табличка на 2 броска. А сейчас, еще раз, какие у нее свойства есть? Во-первых, сверху вниз там всегда увеличение, да. Во-вторых, у нас вот числа повторяющиеся, они всегда по диагонали. То есть вот у нас восьмерки, вот у нас семерки. Нам будет интересна вот эта вот диагональ, потому что сумма выпущих очков должна быть равна синей. Но, смотрите, что нам еще известно? Известно, что 5 очков не выпало ни разу. То есть мы сразу же вычеркиваем вот этот вот столбец и вот эту строку. У нас остается здесь, вот посчитайте, здесь остается 25 на самом деле исходов. Когда мы из квадрата 6 на 6 вычеркиваем строку и столбец, всегда остается квадрат 5 на 5, если я вот это сейчас все обратно соединю. То есть всего у нас всевозможных исходов 25. Так, ну мы и говорим, что сумма выпущих очков равна 7. Сколько у нас исходов дающих 7? Раз, два, три, четыре. Четыре исхода дают 7 у нас. Значит, 4,25, чуть 7,25 не написал. Это 0,16. Да, все, 0,16. Идем дальше. Пятая задача. Здесь у нас опять же какая-то условная вероятность. Да, известно, что общая сумма оказалась равна 4. Да, ну вот смотрим. Значит, игральную кость бросали до тех пор, пока сумма не стала больше, чем 3. И прячено, известно, что выпало 4. Давайте посмотрим, как это возможно. Можно было сходу выкинуть 4. Можно было выкинуть сначала 3, потом 1. Либо сначала 1, потом 3. Либо сначала 2, потом 2. Ну, тут менять местами смысла нет. Это одно и то же получится. Вот. Это за 2 броска, да, я мог выкинуть 4. Можно было 3 броска делать. Например, 1, 1, потом выкинуть 2. Либо вот эту вот двойку можно, конечно, перемещать. У нас еще 2 вот таких вот вариантов, возможно, вариантов. Либо все, да, с тремя вариантами у нас все. Либо можно было сделать 4 броска. 1, 1, 1, 1. Вот. Какова вероятность каждого из этих исходов? Вероятность первого исхода, понятно, 1, 6. Да, сразу выкинуть 4, можно с вероятностью 1, 6. Вероятность каждого из этих исходов 1, 36. Потому что выкинул сначала 3, потом 1. 1, 6 умножить на 1, 6. Здесь тоже 1, 6 на 1, 6. 1, 6 на 1, 6. Но вероятность всех трех исходов это 1, 36 на 3. Точнее не так, невероятность всех трех исходов, это неправильно я сказал. Вероятность хотя бы одного из этих трех исходов это 1, 36 на 3. Здесь по аналогии 1, 216, да, умножить также на 3. А здесь у нас будет 1 на 6 в четвертой степени, лень считать. 1 на 6 в четвертой степени. И какая будет вероятность? Значит, вероятность того, что выпало, был сделан ровно один бросок, да, Какая вероятность того, что был сделан ровно один бросок? Вот смотрите, я все возможные исходы посмотрел, вероятность всех этих исходов записал. И мне говорят, найдите вероятность того, что был конкретно вот этот исход. Значит, я 1 шестую, то есть вероятность этого исхода, делю на суммарную вероятность всех трех. 1 шестая плюс 3 тридцать шестых, 1 двенадцатая, плюс 3 двести шестнадцатых. В общем, там что-то будет, можно посчитать, это 1 на 6 четвертый. И, в общем-то, да, здесь округлите до сотых, нужно это вычислить и ответ записать как-то округлить до сотых. Сами посчитайте, напишите, может быть, кто-нибудь в комментариях, что у вас получилось после вычисления пятой задачи. Тут должно быть что-то, кстати, вероятность очень близкая к 1 второй должно быть, насколько я вижу, да? Ну, что-то такое будет, да. Идемте дальше. Шестая задача. Шестая задача. Решите уравнение вот такое. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите их произведение. Ну, тут сразу в глаза бросается, что здесь будет сейчас образован квадратный трехчлен в два раза больше, чем этот, да? То есть я, например, скажу с х квадрат сразу же, да? Давайте-ка я все-таки бирюзовым буду писать х квадрат. Минус полтора х плюс 3 минус 6, да? Это минус 3. Равно корень из 2х квадрат минус 3х. Но здесь я, знаете, что сделаю? Я сразу же скажу, что это минус 6 плюс 8. Почему так? Потому что я хочу выделить, вот, я хочу вот это вот заменить за t, а вот здесь у меня сразу 2t образовалось, да? У меня есть уравнение t равно корень из 2t плюс 8. Все, спокойненько решаем это уравнение. Уравнение, значит, будет, ну да, элементарнейше, такое уже вижу корни, да? t квадрат минус 2t минус 8 равно 0, конечно же, дает нам t равно 4, либо минус 2. Причем минус 2, понятно, не подходит нам, потому что t должно быть больше равно 0. Все, t равно минус 2 отпадает. Значит, х квадрат минус полтора х минус 3 равно 4. Равно 4, никаких ограничений же больше нет. Вот t равно 4, это под коренной больше равно 0, здесь больше равно 0. Все нормально, вроде бы никаких ограничений будет. То есть оба корня, которые я сейчас здесь получу, х квадрат минус 1,5х минус 7 равно 0, оба будут подходить. Так, ну если они оба подходят, то нам же нужно в ответе указать произведение, да? Я в целом уже вижу, что корни, конечно же, это получается минус 3,5. Нет, и 3,5, и минус 2, да? Да, в целом уже видно, что корни такие. Но нам нужно показать их произведение, поэтому в ответ идет минус 7. Все, минус 7 пишем сюда. Окей, идем дальше. Седьмая задача. Ну, тут прям суперэлементарщина на умение работать с корнями из квадратов, да? Напоминаю, что корень из х квадрата равен модулю х. Здесь чисто на это свойство. Значит, у нас модуль а минус 8 плюс модуль, соответственно, а минус 15. Ну и что мы должны с этим модулем сделать? С этими модулями мы должны их раскрыть при условии, что а от 8 до 15 валяется. Но а больше 8, поэтому первый модуль раскрывается со знаком плюс. Но меньше 15, поэтому второй модуль раскрывается со знаком минус. Получаем минус 8 плюс 15. Ответ у нас здесь 7. Идем дальше. Восьмая задача. Прямая является касательной. Ну, здесь прям все очень просто. Если прямая является касательной, то верно два утверждения. Первое, что производная. 3х квадрат минус 4х минус 6. Этой кубической функции равна минус 2, да? Потому что значение производной в точке касания равно коэффициенту угла наклона, да? Коэффициенту касания, собственно. Нет, подождите, коэффициенту наклона просто. Вот, касательный. Это первое условие. И второе верное условие всегда, что значения этой и этой функции, да, совпадают в точке касания. Минус 6х минус 4. Окей, давайте решим вот это уравнение. 3х квадрат минус 4х плюс 4 равно нулю. Так, что-то ничего приятного здесь вроде как, да? Х квадрат минус 4х плюс 12 будет, если сделать переброску. Это у нас х минус 6х плюс 6 на х минус 2, да? Равно нулю. Так, получается минус 6 и 2. Если делить на 3, значит это минус 2 и 2 трети. Ну понятно, что ответ, в общем-то, уже минус 2, да? Можно, конечно, убедиться в этом, подставив сюда минус 2, да? И показав, что это будет верная равенство. Давайте, ладно, посчитаем. Будет 12 минус 12 равно минус 8 минус 8 плюс 12 минус 4. Сейчас, подождите-ка, не получилось. Минус 8 минус 8 плюс 12 минус 4. Ха. Хм. Так, тут у нас 0, тут не 0. Так, минус 2 у нас было, да? Что я неправильно сделал? Ну, значит, здесь все... Ну, потому что я, конечно, здесь же все правильно делал, когда было минус 6. Почему я решил исправить? Получается 2 и минус 2 трети. Значит, 2 и минус 2 трети. Но, видимо, минус 2 трети теперь не подойдут. 2 подойдет. Так, подставляем двойку теперь. Получаем минус 12 минус 12 равно плюс 8 минус 8 минус 12 минус 4, да? Так, здесь у нас минус 24 плюс 18 минус... Сейчас, еще раз. Минус 24 плюс 8 это минус 16, да? Что я делал не так? Я двойку не так подставляю. Вот в чем дело. Минус 4 здесь будет, да. Там, наверное, уже в комментах бушуют люди, что неправильно я все делал. Короче, да, ответ равно 2. Х равен 2. Все. Погнали дальше. Надо было сходу просто писать 2 и не проверять. Так, амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынужденной силы и определяется по форме. Господи, как много букв. Так, давайте сразу формулу возьмем. 360 это у нас омега-п. Значит, 360 в квадрате. 360 в квадрате. Делим на модуль. 360 в квадрате минус омега-квадрат. Окей. Омегу нам надо найти, да? Найдите максимальную частоту омега. Если амплитуда колебаний превосходит величину а0 не более чем на 1,15. То есть 16,15 их составляет. 16,15 х равно а... Точнее, 16,15 х нулево равно а0 на 360 в квадрате. Вот такая вот история получается, да? Ну да, видимо так. Видимо так. Ну, давайте посмотрим, что получается. Модуль 360 в квадрате минус омега-квадрат равно 360 в квадрате на 15 шестнадцатых. Я знаете, как это сделаю? 360 в квадрате на 15 делить на 4 в квадрате запишу. Вот, тогда у нас получается, что 360 в квадрате минус омега-квадрат равно либо 90 квадрат на 15, либо, соответственно, минус 90 квадрат на 15, да? Минус 90 квадрат на 15. Ну, модуль ускоряем с плюсом и с минусом. Вот смотрите, что здесь теперь хочется заметить. Это 16 на 90 квадрат минус омега-квадрат. Это 15 на 90 квадрат. Получается, что омега-квадрат равно 15 минус 16, 1 на 90 квадрат, да? И омега равно 90. Мне кажется, это уже ответ. Можно в целом его смело записывать. Здесь, наверное, ничего не выйдет. Здесь будет что-то типа уже 7... Нет, подождите, 15... 31 получится на 90 квадрат равно омега-квадрат. Ну и видно, что тут омега равно, во-первых, не целому числу, да? Во-вторых, нас спросили... А максимальную частоту? Максимальную частоту? Подождите. Подождите, подождите, подождите. А почему так? Ой, да, 90 корней из 31. Это... Может быть, я что-то не так посчитал все-таки? Омега-квадрат сюда, 15 плюс 16 туда, 31 на 90 квадрат. Да нет, все, я здорово посчитал. Все, я посчитал классно. А, меньшую резонансной. Меньшую резонансной, да? Да, вот это должно быть меньше, чем... Меньше, чем 360. Вот. Это больше, чем 360, поэтому оно прилетает. Вот. И ответ все-таки 90. 90 будет ответ. Вот. Понятно, что здесь еще есть условие превосходит величину а нулевой, да? То есть, вот здесь должно быть больше равно, и по идее мы должны решать вот такое вот неравенство, да? Но оно все равно всегда на краю выполняется, поэтому я записал там уравнение. Хотя, может, конечно, быть так, что там кто-то меня подловит, да? Ну, в общем, вряд ли. Короче, скорее всего, правильный ответ. Очень не нравится мне просто эта текстовая задача. Если ответ неправильный, вот посмотрите, если вы считаете, что ответ неправильный, пишите в комментариях. Давайте дальше смотреть. Очень хочется перейти ко второй части просто. Так. В 9.15 в северном направлении вышел пешеход со скоростью 4 км в час. Окей, через некоторое время вышел другой пешеход. Определите, через сколько минут. Если в 11.30... Ну ладно, с 9.15 до 11.30 прошло 2.15, да? Два часа и четверть еще. То есть он пройдет 4 км, еще четверть от этого 9 км пройдет первый пешеход. Вот, в 9 км ход. Второй же пешеход там пройдет, видимо, поменьше как-то. Здесь у нас будет 9.75 расстояние между ними. Так. На запад, да? Пошел все правильно, влево на запад. Вот здесь у нас 9.75, 9. Так. Ну это, видимо, какая-то Пифагорова тройка. Очень не хочется мне так считать. Давайте все на 4 домножим. И на 3 поделим, наверное, да? На 4 домножить и на 3 поделить, как будто бы рабочая идея. Так. Если на 4 все домножим, получится треугольник 36, 39. Сколько-то? Но я на 3 поделю. 13. Так. Это 13. 39. Почему? 12. 13. И 5. Окей. Тогда на 3 домножаем. Тут 15. На 4 делим. Тут 15 четвертых. О, господи. 15 четвертых. 3,75. Давайте я запрошу так. Хорошо. 3,75. Пум-пум. Окей. Ладно. Дальше. В 13. Это получается, мы еще прошли полтора часа. Этот прошел еще 6 километров. Вот. Этот прошел сколько-то. Вот сколько-то прошел. И между ними расстояние теперь такое. Ну, новую пифагорову тройку смотрим. 18,75. 15. Сколько-то. Опять на 4 домножу. На 4 домножу получу 60. Уф. 18 умножить на 4. Это 36,72. И там еще 75. Да? Так. И видно, что это все сокращается теперь еще и на 15. На 15 здорово будет сократить. Будет 4, 5, 3. Если там было на 15, значит тут 45. И теперь, если обратно вернуть и поделить все на 4, то получается 10 целых. Да? 10. Нет, подождите. На 4 же? Мы же здесь у нас было 15. Да, на 4 умножали. 11,25. Вот это вот все 11,25. Так, 11,25. Тогда вот это вот расстояние. Это 11 минус 3. Это 8,25. Минус 75 будет 7,5. Да? 7,5. А, ну вот все. Смотрите. У нас получается, что значит второй пешеход. Второй пешеход за полтора часа, да? За полтора часа прошел 7,5 километров. То есть его скорость 5 километров в час. Вот. Скорость второго 5 камычей. Так. Все, да? Ответ получается 5 же. Нет, определите через сколько минут. Через сколько минут. Значит, 3,75 он прошел после выхода первого, да? 3,75. После выхода первого он прошел со скоростью 5. То есть он шел 45 минут. Вот. Он шел 45 минут. Бууууу. В 11,30. 45 минут. Так. Всего, всего этот пешеход шел 2,15. Мне надо просто определить, через сколько минут после выхода первого вышел второй. Так. 2,15. Короче, через час 30, через 90 минут он вышел. Вот. Вот так вот. Господи, да. Через 90 минут. Муторная задача тоже. Что-то там скорость не записал. Так. Ну, это приятная задача. На рисунке изображены графики функций, которые пересекаются в точку х и b. Найдите абсциссы в точке b. Ну, тут видно сразу, что это у нас получается g от x, да. Это x квадрат. А вершина у нас минус 1. Значит, плюс 2x. Ну, и пересечение здесь минус 1, да. Все. Значит, мы решаем уравнение. 4x квадрат минус 25x плюс 41. Опять я пушу не тем цветом. 4x квадрат минус 25x плюс 41. Равно x квадрат плюс 2x минус 1. Вот. 3x квадрат минус 27x плюс 42 равно 0. На 3 все здорово сокращается. Плюс 14 равно 0. Ну, и очевидно, у нас корни 2 и 7, да. Либо 2, либо 7. Так. Проверяем. Действительно у нас а имеет абсциссу, равную 2. Значит, у b абсциссу будет равна 7. Все. Абсциссу в точке b как раз нужно было найти. Изи-пизи. Так. Двенадцатая задача. Берем производную. Сразу же наибольшее значение нужно найти. Так. Здесь у нас производная логарифма будет 5 делить на 5x минус 12 умножить на натуральный логарифм 2, да. Ну, короче, я вот сейчас вот так вот сделаю. Потому что и тут и там знаменатель будет ln2, и оно сократится. Вот так вот я его запишу. В общем. Здесь 2x на x квадрат плюс 1. Так. Надо решить уравнение. Вот это вот равно 0. 5x квадрат плюс 5 минус 2x на вот эту историю минус 10x квадрат плюс 24x равно 0. Так. Минус 5x квадрат плюс 24x плюс 5. Ага. Ну, тут числа красивые нам подобрали. 5x квадрат минус 24x минус 5 равно 0. Так. Ну, видимо, здесь будет, видимо, здесь будет 5. 5, да. То есть я как соображаю всегда. Если произведение крайних на 1 отличается от среднего, то корень это всегда, значит, c должно быть, да. И еще корень, еще корень минус 1 на c, 1 на c. Вот я что-то не могу определить с 5 и минус 1 5 или как? Так, минус 1 5, та же, по идее, подходит, да. Получается 5, 25 плюс 24. 5, 25 плюс 24. Да, все, согласен. Минус 1 5 и 5, да. Так, это две такие точки. Теперь что нам нужно? Наибольшее значение функции. Ну, можно, конечно, дальше исследовать производную, да. То есть мы можем, конечно, сказать, что y'y минус 1 5 и 5. И тут как-то знаки посчитать. Как-то это не хочется делать-то, делать-то не хочется знаки-то, потому что неприятные, да. Ну, смотрим, значит, у нас будет, если мы подставляем что-то больше 5, то вот эта штука, да, я смотрю туда, потому что она наиболее простая, но не домноженная на минус 1 пока. Числитель у меня такой, да. Подставляем что-то больше 5, получаем число отрицательное. Отрицательное получаем, а здесь мы получаем положительное знаменательное. Значит, тут будет знак минус, плюс, минус. То есть вот так вот получается, да. Ну, не знаю, у меня вот так происходит. Значит, наибольшее значение в точке 5. Наибольшее значение в пятерке достигается. Значит, y от 5 считаем. Давайте мы посчитаем логарифм по основанию 2 от частного сразу, да. 5 на 5 минус 12 делить на 5 в квадрате плюс 1. Так, подождите, а что-то как-то не пахнет оно чем-то хорошим. Логарифм по основанию 2. А, ну да, 13 двадцать шестых. Да, это логарифм одной второй по основанию 2 минус 1. Короче, ответ минус 1. Вот такая вот первая часть. Все. Пишите, что я сделал неправильно, если где-то была ошибка какая-то. Я как-то быстро все пролетел, наверняка где-то что-то накосячил. Пойдемте дальше. Займемся второй частью. Но прежде чем перейдем ко второй части, напомню, что очень полезно будет подписаться на мой Телеграм ЕГЭ Безболия. Это очень полезный Телеграм канал по подготовке ЕГЭ на высокие баллы, на 90+. Там много советов и рекомендаций о том, как готовиться на высокий балл. Я являюсь экспертом ЕГЭ, от лица эксперта, собственно, делюсь советами и рекомендациями. Также много всяких полезных постов. В общем, подписывайтесь обязательно. И еще обратите внимание на мои курсы по сложным задачам второй части. Вот сейчас мы будем разбирать как раз сложные задачи второй части. Если где-то у вас прям большие проблемы, обратите внимание на курсы по планиметрии и параметрам. Они уже готовы. Также еще будут курсы по стереометрии и теории чисел записаны. Они пока не готовы, поэтому я весь пакет курсов со значительной скидкой продаю. То есть зайдите в мой Телеграм канал, чтобы посмотреть, какая там скидка. Сейчас самая выгодная цена сейчас как раз-таки в закрепке в Телеграм канале есть. Смотрим, значит, тринадцатую задачу. Так, уравнение решите. Ну, понятно, в общем, это раскладываем по синусу двойного. Тут косинус квадрат, тут будет косинус на минус косинус, да? Сразу же, я говорю, минус косинус будет, минус косинус, говорю, сразу же будет положительным. Значит, косинус будет отрицательным. Так, здесь у нас будет корень из трех на два синус косинус. Минус три косинус квадрат. Равно минус косинус квадрата. Безбожно, кстати, делим на косинус, потому что он не равен нулю, ведь он строго отрицателен. Получается 2 корня из 3 синус х равно чему? 2 косинусы х. Опять могу на косинус поделить, потому что он не 0. Значит, я получу стангенс х равен 1 на корень из 3. Ну это понятно, в общем-то, уже. Так, не нравится мне такое, вот так вот сделаем. Понятно, тут уже в целом все. У нас на оси тангенсов получается вот 1 на корень из 3. Вот у нас получается... Не получается у нас. Ладно, вот так вот пусть все будет. Вот у нас получаются такие точки, которые дают такой тангенс. Косинус у нас меньше нуля, поэтому подходит только такая дуга полуокружности. Поэтому это уходит. Вот эта точка, это у нас что? Это 5p на 6... Нет, 7p на 6 плюс 2pk. Х равно 7p на 6 плюс 2pk. Так, я пока никак не оскверняю эту окружность с записями, потому что хочу на ней же сделать отбор пункта B. Минус 3p, минус p пополам. Ой, подождите-ка. А это у нас оборот 2,5, да? Дочнее, 2,25 окружности. Вот, это получается у нас минус 3p, это вот сюда. От минуса 3p начинаем вертеть. И вертим мы целый оборот. И еще четвертинку, то есть сюда. Вот, и получается дважды мы через эту точку проходим. Ну, в общем, в пункте B будут тогда минус 3p плюс p на 6. Ну, понятно, оно на 12p на 6 больше равно, значит, минус 5p на 6. Такие вот два корня будут. Ну, да, простая очень 13-я. Единственное, главное, конечно же, вот здесь, когда будете преобразовать, 2 в степени логарифм по основанию 2, да, от минус косинуса. Это просто OLT, поэтому оно ровно минус косинусу. Будьте аккуратны, тут специально вам это засунули, чтобы вы в начале ОДЗ посчитали, это надо не забыть. Так, 14-я задача. Вот это уже что-то сложное. Здесь мы уже надолго задержимся. Так, у нас в основании параллепипеда, в основании параллепипеда АБЦД, ромбик, то есть у нас какая-то вот такая, наверное, ситуация. Так, как-то так изображу. Ромб у нас в основании, а еще и... Так, диагональ у него пересекается в точке О, понятно? Вот, а получается еще у нас какая-то вот такая вот ситуация с боковыми ребрами, да, потому что пишут, что вершина А1 ортогонально проецируется в точку О. То есть высота фактически из точки А1 падает в точку О, да. Ну вообще на самом деле понятно, что таким образом у нас вот здесь вот есть такая вот пирамидка. Вот такая вот пирамида, четырехугольная, правильно она даже получится у нас. А, нет, подождите, не будет она правильно, даже в основании-то не квадрат, а ромб. Ну, хорошо, ну, в общем, просто я себе такое сразу лично представляю, может, это и бесполезно сейчас будет. Вот, но у нас параллепипед, мы его давайте допилим. Так, и вот сюда вот тоже давайте подставим то же самое, чтобы лишний раз не рисовать по несколько раз. И вот это вот тоже скопируем просто, конечно. Я стараюсь всегда от руки чертить, чтобы было честно перед ребятами, сдающими ЕГЭ, потому что на ЕГЭ-то вам придется чертить далеко не... Ну, то есть тоже придется от руки чертить, не вот этими вот инструментами, которые тут предлагает программа, да, вот. Но иногда все-таки вот так вот читерю копипастом. Так, проходит у нас плоскость перпендикулярно боковым ребрам. Ну, то есть у нас вот такая вот какая-то плоскость, видимо, да. Видимо, как-то так. Ну, вот так вот, наверное, да. И вот здесь вот... Ой, как некрасиво-то получается все. Так, как же мне это нарисовать-то покрасивше? Так, давайте я начну, наверное, вот с этих двух ребер. Вот так вот, вот так вот, потом вот так вот проведу. Во! Вот оно получилось теперь ровно. Значит, АКЛМ назову эту всю историю. Так, здесь у нас А, В, С, Д, А1, В1, С1, Д1. И говорят в пункте А, докажите, что сечение призма плоскостью альфа квадрат. То есть А1КЛМ должно быть квадратом. Ну, тут очень просто все будет. Мы понимаем сразу же, что вот это вот у нас равные треугольники. Почему? Ну, хотя бы по гипотенузе и катету, да? Нет, не катету, да. Смотрите, значит, что получается? Первое. Скажем, что у нас здесь прямоугольные треугольники. Вот. И что у нас вот эти вот катеты равны, наверное, да? Ну, понятно, что вот эти гипотенузы между собой равны, как стороны основания. Основания у нас все-таки ром. И хочется сказать, что вот катеты равны, только я что-то пока не соображу, почему они равны. Может быть, они и не равны. Может быть, это и не доказывается. Я тут просто зря пока к этому привязался. Значит, давайте попробуем. МК может провести. Если я проведу МК, у меня получится здесь какая-то линия перпендикулярная К, Б, Б1 и Д, Д1. Так, из чего это я взял? Что у меня эта перпендикулярная линия даст вот здесь два равных отрезка? Потому что вообще чисто по рисунку, да, МК и Д, Б не параллельны. Вот если они будут параллельны, то МД1 и КБ1 равны друг другу прям изи-пизи. Это понятно. Вот. Но здесь как будто бы не так. Сейчас. У меня рисунок, конечно, наш кривой. Это должно быть так. Но давайте мы докажем, что МК параллельно Д, Б. Как мы это докажем? Как мы это докажем? Если я смогу доказать, что Д, Б, Б1 прямой угол, да, или вот здесь вот у нас есть прямой угол, то получится, что две прямые перпендикулярные к третьей параллельны между собой. Вот. И вроде как все работает. Только вот почему там у нас получатся прямые углы. Так. А прямые углы здесь у нас получится ли вообще? Не факт, что должны быть прямые углы вообще. Ну да. Вообще-то, конечно, да. Прямые углы должны быть. Потому что я вижу, что это у нас... Вот смотрите. Если у нас был бы обычный параллельпипед, то понятное дело, вот здесь вот были бы ребра боковые, перпендикулярные к основанию. А получилось как? Я этот параллельпипед, я его скосил вон туда вот по направлению вот этих вот диагоналей, да, по направлению АС и А1С1. И понятно, что при таком скашивании у меня Б1Б, вот этот вот прямой угол Б1БД, да, он просто туда вот повернулся вместе со всем остальным. Вот. То есть интуитивно понятно, почему это так. Как мне это теперь доказать здесь строго? Как мне теперь доказать это строго здесь на чертеже? Что у нас вот здесь вот два прямых угла... В смысле, что у нас вот здесь вот два, две параллельные прямые. Так. Давайте как-то посмотрим. Наверное, через то, что А1... Ну да, да, конечно. Надо вот присядь от того, что А1О будет ортогональной проекцией... Что А1О, высота всей этой призмы, опять всего, это параллельпипеда, вот. И да, если это высота параллельпипеда, то, видимо, в этом как раз таки дело. Потому что если бы А1О падало куда-нибудь не в центр, тогда ничего бы не произошло. Так, если оно падает в центр, что это нам, собственно, даёт? Вот здесь вот ещё посмотрю. Вот так вот посмотрю. Может быть, хорошее... Хорошее что-то будет. Так. Такая высота. И получается здесь... Ну, можно, допустим, посчитать. Мы ведь знаем, что здесь 45 градусов, но я уже понимаю, что от 45 градусов у нас тут ничего не зависит. С другой стороны, вот здесь вот у нас АС равно 2. Тут по одному всё будет. Тут у нас будет корень из 2 на 2, корень из 2 на 2. Очень не хочется так писать. Давайте я корень из 2 подпишу, как будто бы весь ДБ. Вот. Но это вроде как бы не используется никак. Как мне вот доказать, что вот этот вот угол сохранился прямым? Интересно. Интересно. Может быть, через перпендикулярность... Плоскости какие-то перпендикулярные нужно увидеть, наверное. Так, плоскости перпендикулярные. Если я смогу доказать, что ДБ перпендикулярно всей вот этой вот плоскости... Да, у нас вот осталось вот это... Всё. По-моему, да. Получается так. Смотрите. Я сейчас буду доказывать, что ДБ перпендикулярно всей этой плоскости. Всей этой плоскости основания... Не, не основания, да? Вот такого сечения. Вот. В этой плоскости у меня лежит ещё и вот ОО1. Вот. ОО1, понятное дело, параллельно этим двум. Значит, ДБ параллельно этим двум. Вот. И тогда ДБ... И МК тоже перпендикулярно... Простите. ДБ у нас перпендикулярно этим двум. Да? МК тогда перпендикулярно этим двум. И ДБ и МК между собой параллельно. Вот. Зацепили. Значит, ещё раз. Мы будем доказывать, что ДБ перпендикулярно вот к этой плоскости сечения. Да? Потому что логично. У нас вот сейчас вот эта вот перпендикулярность сохранилась как раз-таки за счёт того, что я скосил этот прелепипед по направлению вот такой вот диагонали. Да? А 1С1... То есть, ещё раз, представляйте себе, что у нас была сначала ситуация прямоугольного прелепипеда обычного. И потом мы его скосили так, что у меня вот это вот ребро наклонилось под углом 45 градусов. Да? Вот тут всё это произошло. И да. И зато сохранилась перпендикулярность ДБ к вот этой вот плоскости. Так. Давайте доказывать, собственно. Что я тут понимаю? Вот здесь у меня перпендикуляр. Вот здесь у меня тоже прямой угол. Так. И как будто бы... Как будто бы по ТТП у меня получается есть перпендикулярность точки на плоскость, есть наклонная, есть проекция этой наклонной. И проекция перпендикулярна к ДБ, значит ДБ перпендикулярна к этой прямой тоже. То есть смотрите, ДБ получается перпендикулярна к А1О. ДБ получается перпендикулярна... Давайте я это выше напишу, что по ТТП у меня получается ДБ перпендикулярна к А1. Вот. И отсюда следует, да? Отсюда следует, что ДБ перпендикулярна ко всей плоскости АА1С1С. Ну АА1С я пока запишу. Или АА1О, наверное. У меня в этом контексте, в контексте этих букв, лучше сказать АА1О. ДБ перпендикулярна ко всей этой плоскости. Окей. Окей. Это понятно. Ну, да. ДБ перпендикулярна к этой плоскости. ББ1. И могу ли я через то, что ББ1 параллельно к этой плоскости, доказать, что ДБ перпендикулярна ББ1? Прямая перпендикулярна к плоскости, перпендикулярна любой прямой параллельной этой плоскости. Это верно или неверно? Так, а если я говорю, что db? Так, ну вообще, вообще, конечно, да, смотрите, получается, что db перпендикулярно к этой прямой, да, эти прямые между собой параллельно, вот так вот легко можно доказать, получается, что db перпендикулярно к объем параллельным прямым. Все, отсюда, короче, делаем вывод, что db перпендикулярно к каждой из прямых bb1 и mk тоже у нас, ну, dd1 пока не берем, mk перпендикулярно к bb1, вот, и отсюда следует, вот, отсюда следует, что таким образом db параллельно mk, вот. То есть db параллельно mk, здесь у нас получается тогда параллельпипед вот такой вот, не похоже на это, конечно, но это так, тут у нас параллельпипед, тогда вот эти отрезки между собой равны и вот эти отрезки между собой равны. Все, дошел я до того, что хотел, наконец получаем, что этот треугольник равен этому треугольнику, а значит равны a1k и a1m, да. Так, значит, мы доказали, что сечение является ромбом. Фух, Эврика. Значит, сечение является ромбом, доказали мы. Теперь надо доказать, что квадрат у нас получится. Как мы можем доказать теперь, что это квадрат? Можно, например, вот здесь я уже вижу такую идею. Я ведь знаю, что МК и ДБ параллельно между собой. Здесь у нас параллепипед. Я все, я уже зацепился за то, что МК равно корню из двух. Смотрите, тут у нас корень из двух. А дальше я что сделаю? Я сейчас просто вычислю А1Л. Вычисляем вторую диагональ, и она тоже будет равна корню из двух. А вычислить ее будет достаточно просто. Смотрите, как получается. Здесь прямой угол, потому что С1С перпендикулярно ко всей этой плоскости. Здесь 45 градусов. Понятно, потому что здесь тоже 45 градусов. Можем играть на том, что А1АЦЦ1 это параллелограмм. И все, ну 45, 90. И смотрите, кстати, как интересно получается. Сейчас, вот здесь два. Несколько сразу же очень полезных инсайтов. Вот здесь два. Здесь 95, 45, 45. Здесь тогда корень из двух, корень из двух. Все, то, что хотели, доказали здесь. А1Л тоже корню из двух теперь равно. Но самое главное, что С1Л равно корню из двух. А у нас ведь, обратите внимание, я ведь что получаю в этой задаче? У меня вот здесь вот один. Тоже получается один. Потому что, опять же, прямоугольный равнобедный треугольник. А здесь корень из двух. То есть у меня все боковое ребро корень из двух. А я получаю, что С1Л равно корню из двух. То есть поняли? Значит, Л у меня, Л, это С. Это одна и та же вершина, на самом деле. Одна и та же точка. То есть я тут еще и доказываю, что эта плоскость проходит через точку С. Во как получается, оказывается. То есть, так, еще раз. Значит, мы с вами остановились на каком этапе? Мы знаем, что это ромб. Мы знаем, что МК равно корню из двух. Находим А1Л. Оно вот в таком треугольнике, да? Вот в таком треугольнике. Равно корню из двух. Все. Ромб с равными диагоналями. Это квадрат. Все. То, что квадрат, доказали. Пункт А готов. Но теперь в пункте Б. Смотрите, пункт Б сам решился. Найдите отношение, в котором плоскость альфа делит объем призмы. Понятно, что объем призмы теперь делится пополам, потому что оказывается, что ЭЛ и С совпадающие. И у нас вообще вот такая ситуация. Вот. Должно было быть вот так. Вот. Вся плоскость должна была быть вот так. Вот. Ну, понятно, что это чисто интуитивное такое, да? У нас нет никакой теоремы, утверждающей, что если у нас, допустим, плоскость какая-то проходит через, не знаю, через главную диагональ прилепипеды, то она делит объем пополам. Хотя, мне кажется, это можно как-то доказать, да? Можно подумать, доказать, конечно. Вот. Но можно просто вычислить здесь этот объем. Можно вычислить этот объем, просто поделив здесь на несколько фигур. Ну, понятно, в общем, делим на несколько фигур, вычисляем, и все получается. Но здесь самое главное достижение, это, конечно же, доказать, что ЭЛ и С совпадают, и тогда понятно, что будет отношение один к одному. Вот. Мне кажется, задачу уже достаточно сильно я докрутил. Если я сейчас начну вычислять, здесь будет какая-то рутина, и уже будет неинтересно смотреть, поэтому давайте на этом этапе остановимся. Мы понимаем уже, что в пункте Б отношение один к одному. Вот. И идем дальше. Пятнадцатая задача. Пятнадцать это у нас здесь, конечно же, стандартное вообще показательное неравенство. Два в степени х заменяем за тем. Получаем, что 4Т куб. По-моему, что-то такое в прошлом году, кстати, давали. Я очень плохо слежу за пятнадцатыми задачами, потому что они очень легкие все. Плюс тринадцать Т. Вот. Ну что-то такое, по-моему, было. Здесь у нас дважды Т квадрат, два Т квадрат, минус 9Т плюс 4. Вот. Меньше равно, чем что? Чем два Т квадрата, два Т просто, точнее, минус один на Т минус два, плюс три на два Т минус один. Вот. Что в этой задаче всегда надо делать? Надо всегда первым шагом вот здесь вот почленно поделить, да? Ну, то есть разделить числитель на знаменатель. Можете делать это разными способами. Можете делать это через, там, деление столбиком. Вот. Или еще как-то, как вас учат. Я это всегда делаю следующим образом. Я говорю 4Т в кубе минус 18Т в квадрате плюс 8Т. И дальше. Что значит вообще произошло? Объясняю. Я в числителе записал такой многочлен, который в 2Т раз больше, чем этот. Понимаете, да? То есть я 2Т умножил на вот это. Откуда берется 2Т? Я просто по старшим членам смотрю. Я говорю, что 4Т кубе делить на 2Т квадрат равно 2Т. Значит, у меня вот это вот умножить на 2Т, да? Это как бы, можно сказать, что это целая часть. Сложно всегда объяснить эту идею. Представьте, что я 37, там, шестых хочу превратить в обыкновенную дробь, да? В неправильное, в смешанное число хочу превратить. Вот. Что я делаю? Я 37 с остатком делю на 6. И тут выделяю число, как бы, 36 плюс 1, которое делится на 6 без остатка. Вот. Ну и все. Здесь я тоже, значит, выделил такой многочлен, который на 2Т квадрат минус 9Т плюс 4 поделится без остатка. Вот. А как я догадался до него, я 2Т квадрат умножаю... Ну, 4Т куб поделил на 2Т квадрат, потому что я знаю, что это как бы соответственные одночлены этих многочленов. И здесь должно быть так. Очень сложно объяснять этот момент. Я как-то редко это объясняю, на самом деле. Но мне кажется, понятно. Вот. Пойдемте дальше. Значит, минус 18Т квадрат плюс что? У меня тут должно быть, значит, 27 вторых Т квадрат. Потому что эти две вещи в сумме должны дать минус 9 вторых Т квадрат. Дальше 8Т должно быть еще плюс 5Т, чтобы получилось 13Т. Вот. Делим все это на 2Т квадрата. Минус 9Т плюс 4 равно 2Т минус... Ну, давайте я все перенесу. Минус, почему равно, кстати, там меньше равно. Минус 2Т плюс 1 на Т минус 2. Минус 3 на 2Т минус 1. Меньше равно 0. И вот здесь самое приятное во всей этой задаче. Когда я поделю вот это вот по членам, мы же уже много рассказали, что это будет 2Т. Дальше будет 27 вторых Т квадрат плюс 5Т делить на 2Т квадрат минус 9Т плюс 4. Кстати, давайте разложим это на множителя. Оно разложится на множители вот так. Вообще просто тут в этой задаче всегда так работает. Вот. Если не верите, просто перемножьте 2Т минус 1 и Т минус 2. Вы получите вот такую историю. Вот. Минус 2Т получается плюс... А здесь будем приводить к общему знаменателю. Давайте Т минус 2 на 2Т минус 1 запишу тут. Значит, я эту дробь домножил на 2Т минус 1. Вот. Здесь у меня будет минус 3 на Т минус 2. Вот. И знаменатель точно такой же. Т минус 2. 2Т минус 1. Вот. Меньше равно 0. Так. Получается 2Т минус 2Т уходит. А здесь у нас теперь что остается? Вот это все приводим к общему знаменателю. Т минус 2. Т минус 1. Вот. Получается, что это 27 вторых Т квадрат плюс 5Т минус 2Т плюс 1 минус 3Т плюс 6. Вот. Такая вот история. И приводим подобное. 27 вторых. Ну, давайте на 2, наверное, домножим уже. 27Т квадрат. Здесь будет... А, здесь все сократится. Плюс 7, да? Плюс 14 получается. О, как-то вообще все очень хорошо в числителе. Просто весь числитель можно посокращать. Делим на 27Т квадрат плюс 14. Потому что оно не равно нулю, да? Но оно всегда больше нуля. Вот. А делим на что-то положительное. Значит, у меня здесь все хорошо будет. Как-то слишком все хорошо. Может быть, я где-то что-то не так сделал. 27Т квадрат. Здесь у нас так. Минус 2Т плюс 1 минус 3Т плюс 6. Ну, в общем, вроде все правильно преобразовываю. Вы там в комментариях, опять же, напишите, если что-то не так. 1 на Т минус 2 на Т минус 1 меньше равно нуля. Но я уже понимаю, что здесь просто это превратится в неравенство Т минус 2 на Т минус 1 меньше нуля, да? То есть, как я рассуждаю здесь? Я просто говорю, что так, ну, эта дробь будет принимать меньше равные нуля значения. То есть, значения отрицательные, либо равные нулю. Только если у меня знаменатель будет отрицательным. В целом, как бы, равно нулю. У меня равна нулю, эта дробь вообще в целом не может быть. Значит, просто знаменатель должен быть отрицательным. То есть, я по сути говорю, исчезло все, миро затормозил. 1 на Т минус 2 на Т минус 1 должно быть меньше равно нуля. То есть, Т минус 2 на Т минус 1 просто меньше нуля. Просто другого варианта невозможно. Ну, значит, у нас t от 1 до 2. Все, здесь все очень просто. Так, а что такое t? t это 2 в степени x. Не знаю, как-то все слишком просто получилось. Может быть, так и должно быть. Значит, 2 в нулевой меньше 2 в иксовой меньше 2 в первой. x от нуля до 1, ответ 0 и 1. Может, так и должно быть, может, не должно быть так. В общем, смотрите, где я ошибся. Если ошибся, напишите в комментариях. Так, идемте дальше. 16-ю задачу смотреть. Ой, экономика. Так, в июле планируется взять кредит 720 тысяч на 25%. Одним платежом часть долга. Ага, ну, то есть 3 года кредит не меняется, да, долг не меняется. Потом, ну, понятно, в общем, 3 года остается то же самое, а потом двумя выплатами выплачиваем. То есть у нас получается 720 на 1,25% это 5 четвертых, да, минус x умножить на снова 5 четвертых минус x. Это получается то, как мы выплатили кредит. То есть у меня был долг 720 в конце 29-го года. Он увеличивается на 25%, то есть умножается на 5 четвертых. Потом делается выплата, да, в 2030 году. Вот, потом новый долг вот такой, он увеличивается в 5 четвертых раза, делается выплата минус x, и после этой выплаты, собственно, долг равен нулю, да. И получаем 720 на 25,16 минус x на 9 четвертых, да, будет. Минус 9 четвертых равно нулю. Так, и 720 делить на 16 умножить на 25. По-моему, все посчитается. А, смотрите, давайте-ка мы все лучше на 16 домножим, да. Зачем так делать? Если 720 на 25 минус x на 144 у нас здесь будет равно нулю. Так, сейчас еще попреобразовываем. 144 как будто бы хорошо очень делится на 36. Будет 20 на 25 минус x на 144, это 36 на 4, правильно? 36 на 4, да, равно нулю. И получается x равен 125. Фух, вот, мы посчитали, значит... Не, вообще бред, полный бред. x равен 125, не может быть такого. 20 делить на 4. Так, мы делили на 36, да. Почему полный бред, говорю? Потому что как-то слишком маленькая выплата. Не может быть выплаты 125, если весь долг 720. Двумя выплатами по 125, такое не выплатишь. Еще раз. Минус x на 5 четвертых, минус x. Так, 720 на 25,16 было. На 16 мы домножали. А, конечно, почему у меня 144 появилось? У меня же 36 должно появиться. 36, минус 36. Все, и на 36 делим. Получается вот такая история. x равно 500. А вот так уже очень все хорошо. x равно 500, это действительно правда. Потому что 720, да, увеличивается на... Ну, короче, да, 500 прям работает. Так, и что? И что? Получается, мы трижды выплачивали 25% от 720. Это вот 3 года у нас долг не менялся. То есть, трижды 1 четвертая от 720 и еще дважды по 500 выплатили. То есть, еще 1000 тысяч, миллион мы выплатили. Так, 720 делить на 4 равно 180. У нас же на 4 540 плюс 1000. В общем, получается 1540. Ну, по-моему, такой ответ. Вот, идемте дальше. 17 задача. Итак, переходим, наконец-то, к задачам посложнее, да, к задачам по план... Ну, вообще-то у нас стереометрия еще была сложная, но у нас есть еще планиметрия, значит, параметры и теорию чисел. Три самые сложные задачи будут. Прежде чем решим их, напомню, что очень полезно будет подписаться на мой телеграм-канал. Это в целом самый полезный, наверное, телеграм-канал по подготовке кега на высокие баллы на 90 плюс. И также обратите внимание на мои курсы по сложным задачам. То есть, если вы сейчас, например, что-то не понимаете в 17, 18, 19, что я буду сейчас разбирать, то на этих курсах все объяснено. С огромной скидкой можно сейчас купить пакет этих курсов, всех четырех задач. В общем, это лучшие курсы, на самом деле, по второй части. Просто посмотрите, зайдите на сайт, который в описании к этому видео, и посмотрите, почему я так считаю, что это лучший курс. Так, смотрим. Что у нас здесь? Здесь у нас задача про две окружности. Так, две окружности радиусов, значит, 2 и 1. То есть, как-то они в два раза различаются радиусом, ну, наверное, как-то так вот приблизительно прикину. Вот. А как-то так все у них произошло, что... А, ну здесь, в общем-то, надо будет проводить обязательно общие касательные, да, и пересекать эти общие касательные. Наверное, вот какая-то такая ситуация будет. И здесь еще одно. Общее касательное к этим окружностям. Вот. Такая вот ситуация. А, да, тут не просто касательные надо провести, а надо обязательно эти касательные сразу же пересечь, потому что все, собственно, так и будет решаться сейчас. Так, двум окружностям проведены касательно А, Б и Ц, Д, причем А и Ц лежат на меньшей окружности, А, Б и Д на большей. То есть А, Б, Ц, Д вот так вот. Так, докажите, что А, Н равно Д, М, если прямая А, Д, так, прямая А, Д, так что ли? Она пересекает, ну понятно, да, пересекает в точках, в точке Н, она пересекает меньшую окружность, а большую в точке М. Вот. Ну понятно. Давайте докажем в пункте А, очень простой будет пункт А, что здесь надо видеть сразу же. У вас есть касательная А, Б к большей окружности и секущая А, Д, да, и произведение секущей на ее внешнюю часть равно квадрату касательно. Смотрите, А, М умножить на А, Д равно А, Б квадрат. Абсолютно аналогичная ситуация. Д, Ц это касательно, внешняя часть секущей на секущую, Д, Н на Д, А, Д равно Д, Ц квадрат. Вот. Давайте теперь докажем, легко играючи, что А, Б и Ц, Д равны между собой. В целом интуитивно понятно, что это так. Давайте посмотрим, почему это так. Пусть у нас, значит, эти касатели, да, продолжение эти касателей пересекаются в точке О, тогда равны О, А и О, С. Просто потому что это отрезки касательных из общей точки. Ну, я думаю, всем уже все понятно. О, Б и О, Д тоже между собой равны. Значит, А, Б и Ц, Д тоже будут между собой равны, как разности равных. Вот, А, Б и Ц, Д между собой равны. Вот, ну и давайте допишем, что А, Б равно Ц, Д. Получается, из этих трех равенств следует, что А, М умножить на А, Д равно А, Д, Н умножить на Д, А. Ну, А, Д, А и А, Д это одно и то же, они сокращаются. Получаем, А, М равно Д, Н. Ну, и смотрите как, у меня получается, что вот этот отрезок равен этому отрезку, да, ну, А, Д, М и А, и А, Н это, собственно, отрезок А, Д минус два вот этих вот равных. Ну, я думаю, уже очевидно, что Д, М и А, Н между собой равны тогда таким образом. Вот, пункт Б. Теперь найдите площадь треугольника А, Б, Д, если дополнительно известно, что точка М и Н делит отрезок А, Д на три равные части. То есть у нас теперь вообще вот так вот все три отрезка между собой равны. Давайте их по Х все каждый обозначим. И интересует у нас площадь треугольника А, Б, Д. Так. Так. Так, так, так. Ну, смотрите, я, наверное, не буду искать площадь А, Б, Д. Я, наверное, буду искать площадь Д, А, О. То есть, еще раз, Д, Б, О. Это такой вот большой треугольник равномедренный, в котором проведена медиана. Медиана делит треугольник на два равновеликих, Так, значит, Д, А, О у нас, собственно, треугольник, площадь которого равна треугольнику, площади треугольника А, Д, Б. Окей. Это понятно. Значит, эту площадь будем искать. Непонятно, как, собственно, Х-то найти. Как Х найти? Ну, я понимаю, опять же, окружности радиусов 2 и 1 нам даны. Я это держу в голове, но я пока не вижу просто, как это применить. Ну, давайте, наверное, пока проведем эти радиусы. 2, 2, 1, А, 1 и 1. А! Да, кстати, да. Я вот это вот интуитивно проделал и не проговорил. Собственно, наверняка у вас сейчас есть вопрос, а с какой радости А, О и А, Б между собой равны? Да, я как раз думал о том, что радиусы-то у нас 2 и 1. Во-первых, понятно, что центры О1 и О2 этих окружностей оба все лежат на бисектрисе угла. Давайте ровно бисектрису попробуем показать. Бисектриса. Так, нет, все-таки давайте вот так вот просто сделаем. Так. Я как-то упорно не хочет бисектриса бисектрисить. Вот. Да. Вот. Теперь видно, что углы между собой вот эти равны. Так, еще раз. Значит, с какой-то радостью у меня вот эти два отрезка между собой равны. Я уже вот такую вещь прикинул. Смотрите. Треугольник О2АО и треугольник О1БО между собой подобный. Подобный. С коэффициентом подобия 1 к 2. Значит, это к этому как 1 к 2 относится. Ну и понятно, что тогда оно половина. ОБ, значит, половинки между собой равны. Так. Отлично. Что мы будем дальше делать? Надо теперь как-то нам все повычислять. Повычислять все теперь нам как-то надо. Пока не видно ничего здесь хорошего. Как-то мне надо вот эти вот отрезки, мне кажется, найти. АБ и АО. Как же это сделать-то? Как же это сделать? А, ну подождите, вот я балбес. Я же только что это уже сделал. Вот же. Так у меня же все понятно. АБ квадрат равно АМ на АД. Ну давайте запишем, что в пункте Б, да. АБ квадрат равно АМ это 2Х. Тут 3Х. Все. АБ квадрат равно 2Х на 3Х. Все. АБ равно Х корней из 6 тогда. Или корень из 6Х. Вот так вот сделаем. Все, да. АБ равно корень из 6Х. Ну вот здесь теперь понятно все становится. Корень из 6Х, корень из 6Х, корень из 6Х. Смотрите, все. Задача почти решена. Мне только остается потом Х уже привести. Объясняю, что происходит. Значит, этот уголочек альфа сейчас обозначаем. В этом треугольнике все для альфы находим. Да? То есть мы найдем сейчас в треугольнике ДАО косинус 2 альфа. Давайте еще раз. Как я планирую это сделать? Изброжу треугольник ДАО заново. Он у нас какой? Он у нас, значит, корень из 6Х, 2 корня из 6Х, 3Х. И вот здесь 2 альфа. Вот такой вот треугольник у нас. 2 альфа, корень из 6Х, 2 корень из 6Х, 3Х. Вот. Давайте найдем косинус 2 альфа. Так, получается, 9Х квадрат по теореме косинусов равно 6Х квадрат плюс 24Х квадрат минус 2 на 2 корня из 6Х, корень из 6Х на косинус 2 альфа. Так, это косинус 2 альфа у нас будет здесь. 2 на 2 корня из 6 на корень из 6 это 4 на 6, 24Х квадрат косинусов 2 альфа равно чему? Вот здесь 30 минус 9, 21Х квадрат. То есть косинус двойного угла нашего равен 21, 24, это у нас 7 восьмых. 7 восьмых. Давайте сразу синус найдем, да, по ОТТ получается это 49, 64, 15 восьмых, 15 под корнем, корень из 15 восьмых, синус двойного. Хорошо, синус двойного мы знаем, площадь уже можем искать, да, единственное, что нам Х пока неизвестен. Давайте Х вычислим. Так, как же нам найти Х? Возвращаемся сюда. Ну, в целом, смотрите, нам уже про альфу все известно. Напоминаю, косинус 2 альфа это 7 восьмых, да, если косинус 2 альфа 7 восьмых, то я могу поиграться вот в таком треугольнике. О1, СО. О1, СО. Ой, О2, точнее, это у нас СО. У него катет известен, синус угла сейчас найдем, или тангенс угла сейчас найдем. Что найти? Ну, давайте что-нибудь найдем и, да, да, лучше синус, конечно, найти. Или косинус. Ладно, давайте синус найдем. 1 минус 2 синус квадрат альфа равно 7 восьмых. Это я просто косинус двойного расписал, да, по формуле. Значит, получаем 2 синус квадрат или просто синус квадрат альфа равно туда-сюда 1 шестнадцатая. У, синус равен 1 четвертой. Смотрите, как приятно. 1 четвертая. Все, О2, О, тогда у нас 4. И найдем сейчас СО. СО это у нас, что 6х квадрат плюс 1 равно 16. Х квадрат равно 15 шестых. Я вот так оставлю. То есть, обратите внимание, я не вычисляю сам Х, да. Мне Х квадрат на самом деле только интересен. Х квадрат равно 15 шестых. 15 шестых это глупо. 5 вторых. Так, 5 вторых. Почему я так оставил? Да потому что я буду сейчас площадь искать. А в площади у меня будет 1 вторая на произведение вот этой стороны. С вот этой стороной. И на синус еще двойного угла. Вот он, на корень с 15 на 8. Что мы получаем? 1 вторая и 2 сокращаются. 6х квадрат. Это будет 6 на 5 вторых. А здесь корень с 15 на 8. Ну, в целом все, вот он ответ. Так, 6, 2, 3. 15 корней с 15 делить на 8. По-моему, все классно я сделал. Мог где-то обсчитаться. Конечно, некрасивый ответ. Но в целом все адекватно достаточно. У нас вот синус получился равен 1 четвертый. Мне кажется, так и задумывали. Тут будет сложно, конечно, подобрать, чтобы и тригонометрия была хорошая, удобная. И чтобы у нас еще и при этом площадь получилась целая. Поэтому, мне кажется, все правильно. Так, идемте дальше. 18-ю задачу смотрим. Так, ну что, 18-я задача. В такой задаче всегда рекомендую, конечно, вот увидев уравнение, да, сразу же попробовать правую часть разложить на множители. Причем, так, выглядит так, как будто бы правую часть удобно разложить относительно А. То есть, смотрите, я сейчас правую часть рассмотрю как квадратное уравнение относительно А. Я говорю, А квадрат плюс 3х плюс 1а плюс 2х на х плюс 1. Вот. И рассматриваю это как квадратное уравнение относительно А, чтобы разложить на множители, а все уже видно. То есть, видите, просто тупо по Виету 2х и х плюс 1 в сумме дают 3х плюс 1. Но, единственное, мне надо, конечно, сделать А минус 2х и А минус х плюс 1, да. А минус х минус 1 получится равно нулю. Почему? Потому что сумма должна быть равна минус 3х плюс 1. Значит, корни должны быть, соответственно, минус 2х и минус х плюс 1. И я балбес, это означает, что как раз-таки здесь будут плюсы. Все, все нормально. Вот так вот будет. В общем, да, здесь прямо изи все раскладывается по Виету сразу же. И тем более, еще, смотрите, подсказочкой является вот эта вот скобочка, конечно же. Так, ну давайте сделаем, значит, уравненица. Уравненица какое? Уравненица мы сделаем вот такое. А плюс 2х корней из 1 плюс 2 Ах, да, все-таки так запишем. Вот, равно вот такому. Так, здорово. Ну что я могу сказать? Я могу сказать, что будет А плюс 2х множить на корень минус А минус х минус 1. Равна нулю. Вот. Ну давайте прежде всего, наверное, запишем, что 2 Ах плюс 1 должно быть больше равно нуля. Откуда Ах больше равно минус 1 второй. Так, вот с этим, конечно, опасно всегда. Не хочется просто брать и на х делить. Хотя в целом с другой стороны вроде как можно. Сейчас. Мы сейчас, в общем-то, посмотрим, что означает вот это вот неравенство. Ах больше равно минус 1 второй. И давайте в этом контексте, значит, скажем, что либо А плюс 2х равно нулю, да, либо, соответственно, 1 плюс 2 Ах равно квадрату вот этой шняги. Ну мы ее сначала вправо, конечно, переносим, она становится вот такой, мы ее в квадрат всю возводим. Вот. Здесь у нас будет учтено, что 1 плюс 2 Ах больше равно нуля. Так, здесь у нас не будет учтено, на него придется применить, да. Еще что у нас? Еще у нас не учтено, что А плюс х плюс 1 должно быть больше равно нуля. Вот так вот, пожалуй, будет. Так, вот так, вот так. Окей, А равно минус 2х, это все понятно. Здесь возводим все в квадрат. 1 плюс 2 Ах равно. Так, А квадрат плюс х квадрат плюс 1, это квадраты. Далее все возможно удвоено произведение. 2 Ах плюс 2 А на 1, плюс 2 Х на 1. Так, это, это уходит. Получаем А квадрат плюс х квадрат плюс 2 А плюс 2 Х. Это окружность, кстати, да. Да, и А плюс х плюс 1 больше равно нуля. Так, давайте договоримся все-таки, что А равно, либо А равно минус 2 Х, либо, значит, вот такая система. Ну, где-то здесь, наверное, сделаем А больше равно, чем минус Х, минус 1. А здесь у нас будет А плюс 1 квадрат плюс х плюс 1 квадрат равно 2. Если свернуть, полный квадрат. Вот так, вот так, равно 2. Все, здорово, прекрасно, великолепно. Но давайте теперь все это изобразим на... Только мне нужны будут клетки, конечно. Тут будет тяжко без клеток нам. Давайте клетку закинем. Так, получается у нас, значит, будет какая-то полуокружность, будет какая-то прямая, но все это еще при вот таких вот условиях. АХ больше равно минус 1 второй. Брррррр. Так, АХ больше равно минус 1 второй. Это мы, получается... Давайте АХ равно минус 1 второй сначала начертим. Возьмем единичный отрезок в одну клетку. Ой, в две клетки. Так, у нас будет единичный отрезок. Так, здесь у нас будут Х и А. АХ равно минус 1 второй, да? Это значит, что мы чертим вот такую вот, что ли... Сейчас, подождите-ка. Да, получается такую. Да. Такую вот гиперболу чертим. Как неудобно? Очень неудобно будет. Да, и здесь вот у нас еще... Вот так вот получается. И вот так вот. Да, очень неудобно у нас. Прям тут, конечно, тесно все будет. Давайте-ка возьмем единичный отрезок в 4 клетки. В 4 клетки будет единичный отрезок. Тогда у нас будет вот такая ситуация. Вот такая ситуация. Тут, конечно, сильно попросторнее получается. А вот такая ситуация и вот такая ситуация. так, Y, X, окей, ой, нет, не Y, A и X, так, вот так вот мы, получается, работаем, хорошо, мне нужна часть вот этой прямой, A равно минус 2X, которая заключена, получается, в, где, смотрим, AX больше равно минус 1, 2, больше равно минус 1, 2, так, 0, 0 мне подходит, подходит, потому что произведение будет 0 равно, так, ну, получается, вообще, вот эта вот вся область, да, давайте проверим по четвертям, вот это мне подойдет, например, нет, подождите-ка, это мне не подойдет, потому что в этой четверти A и X оба положительные, оба положительные, и, да, ну, больше равно же минус 1, 2, все нормально, здесь оба отрицательные, все подойдет, здесь у меня равенство минус 1, 2, а, например, точка минуса, так, минус 1, 2, 1, 2 подойдет, потому что это минус 1, 4, короче, да, все правильно, все, что внутри вот этой вот гиперболы находятся. Так, а равно минус 2х, тогда это вот такая вот прямая. Вот такая вот прямая. Сейчас еще раз. Вот такая вот прямая. И где-то я здесь накосячил. Да, вот здесь-то у меня все неровно. Здесь-то должно быть вот так. Так, давайте еще раз. Значит, прямая вот такая. И вот такая. И вот до сих точек, да? Здесь все криво. Здесь должно быть вот так. И вот так. Здорово. Значит, от этой прямой нам остается только такой отрезок. От прямой а равно минус 2х. Отлично. Дальше идем. Вот такая вот окружность. От этой окружности нам нужна лишь полуокружность, находящаяся не ниже прямой минус x минус 1. А равно минус x минус 1. Это у нас что? А равно минус x минус 1. это у нас так вот так вот, вот так вот здесь и вот здесь вот проходящая прямая. Ну, конечно, пересечения неприятные все. Так. вот так и вот так. Ну, хотя вообще-то эту прямую. Нет, вообще-то нельзя эту прямую. У нас все уравнение определено только при таких значениях. Так, ладно. А равно минус x минус 1. Окей. И а плюс 1 в квадрате плюс x плюс 1 в квадрате равно 2. Понятно, здесь у нас центр окружности и корень из 2 у нас радиус этой окружности. Так. Так. Вот у нас корень из 2, то чего нас доведет. И ух! Получается, конечно, здесь очень интересно все. Нет, подождите. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Все не так. Вот здесь у нас центр окружности. Вот здесь у нас центр окружности. Вот здесь у нас получается. Да. Вот какая будет история. Ух! Здесь будет вот как-то так. Да. Сейчас мы все посмотрим. Значит, интересно, во-первых, вот относительно этой точки, как у меня окружность пройдет. Вот так она придет? Или как-то вот так она придет? Или может быть даже прямо в эту точку, непосредственно в нее? Давайте точку А и точку Б с координатами какими-то найдем. Соответственно, найдем сначала сами координаты. Для этого мне надо минус x минус 1 пересечь с а равно минус 1 в 2 х, да? Ну или минус x минус 1 подставляю просто сюда. Минус x минус 1 умножить на x равно минус 1 в 2. Или x плюс 1 умножить на x равно 1 в 2. 1 в 2. Или 2x квадрат плюс 2x равно 1 минус 1 равно 0 и решаем это квадратное уравнение. Получается дискриминанс значит будет у нас 4 плюс 8 12 минус 2 плюс минус корень из 12 то есть минус 1 плюс минус корень из 3 на 2. Матерь божья. Ну получается, да, неприятненько. Это у нас минус 1 плюс корень из 3 на 2. Сколько тут еще? Это, соответственно, у нас минус 1 минус корень из 3 на 2. И сколько тут еще? Так, сейчас мы еще найдем ординаты этих точек тоже. Окей. 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 Такое вроде бы. Так, ну хорошо. Давайте искать а. А равно, соответственно, минус x минус 1 значит будет 1 минус корень из 3 на 2 минус 1 и минус 1 минус корень из 3 1 плюс корень из 3 на 2 минус 1. Так, здесь у нас будет корень из 3 минус 1 на 2 как неприятно. а здесь будет 1 с корень из 3 минус 2 минус 1 минус корень из 3 на 2. Так. Окей. То есть вот это у нас, видимо, будет минус 1 минус корень из 3 на 2 вот это будет минус 1 плюс корень из 3 на 2 или корень из 3 минус 1 на 2. Так, это у нас координаты точки B были. Здесь-то понятно все с координатами здесь получается минус 1 2 1 здесь все приятненько. И здесь тоже понятно с координатами. 1, 2, минус 1. Все классно. Вот. А с этой точкой все не классно. Я хотел что сделать? Я хотел найти координаты точек А, Б, подставить в окружность, да, и посмотреть, не приходит ли окружность туда, потому что есть такое подозрение. Вот. Ну, что-то как-то, конечно, неприятно получается. Неприятно. Давайте тогда найдем что? Найдем точки пересечения окружности с прямой. То есть, А равно минус Х минус 1 пересекаем с окружностью. Как мы это сделаем? Давайте, наверное, в самый голый вид уравнения окружности, вот сюда вот подставим, минус Х минус 1. То есть, что получается? Получается 0 равно минус Х минус 1 в квадрате, то же самое, что Х плюс 1 в квадрате, плюс Х в квадрате, минус 2Х минус 2 плюс 2Х. Здорово. Это сразу у нас убилось. 0 равно Х квадрата. Давайте сразу 2Х квадрата, тогда плюс 2Х плюс 1 минус 2. И получаем, о, получаем то же самое. Смотрите, 2Х квадрата плюс 2Х минус 1 равно 0. У нас получилось точно такое же уравнение. И, о, да, получается, что окружность приходит ровно в эти точки. Так, здорово. Давайте теперь найдем тогда пересечение этой окружности с А равно минус 2Х. Потому что эта окружность, А равно минус 2Х, пересекать точно будет как минимум вот в этой точке. Да, через 0, 0 у нас окружность проходит. Но есть ощущение, что окружность и вот как-то вот так вот еще сделает. И вот здесь вот она еще... Да, у нее-то вот самая верхняя точка тут находится. То есть как-то вот так вот она пойдет, эта окружность. Да, как-то, конечно, здесь все прям не очень легко будет построить. Наверное, вот так вот как-то выглядит эта окружность. Вот такой вот график у меня получается. Слушайте, очень хочется в Desmos проверить. Так, в Desmos проверить, потому что как будто бы я где-то мог накосячить XY. Так, XY равно минус 1 второй. Так, хорошо. Уже неплохо. И дальше у нас было уравнение какое? У нас было уравнение... У нас было уравнение 1 плюс 2XY, получается, под корнем, да? 1 плюс 2XY равно Y плюс X плюс 1. Ну, то есть я тут вместо A пишу Y, потому что Desmos меня не поймет, если я буду писать A. И да, абсолютно верно. Точно то же самое, что я говорил, да? Вот, вот сюда вот оно приходит, окружность будет ниже. Короче, вот здесь вот, конечно, очень интересный момент. Почему эта окружность, да, будет ниже, чем эта гипербола находится? Вот, если, конечно, докапываться так, как сейчас принято докапываться на ЕГЭ, то здесь, конечно, надо это доказывать, да, что у нас окружность будет здесь вот ниже, чем гипербола находится. Вдруг там происходит такое, что она вот здесь вот дугу гипербола пересекает, и будут еще какие-то моменты. Короче, да, здесь нужно это как-то доказать. Как это можно доказать? Кривизну, что ли, считать? Мне кажется, можно это доказать через просто то, что если выполнено условие, что больше равен, чем минус X, минус 1, да, то все остальное тоже у нас работает. То есть, смотрите, как я буду рассуждать. У нас ведь... Да, смотрите. У нас 2AX плюс 1 больше равно 0. Вот такое условие, да? А вот тут у нас, то есть, еще раз, гипербола задается таким условием. А в этом уравнении, из которого получилась окружность, это условие автоматически выполнено. Получается, что вся окружность, она вся будет внутри этой гиперболы. У меня есть даже ощущение, что теперь окружности гиперболы касаются в этой точке, да? Давайте-ка мы начертим окружность без ограничений. Да, получается, что окружности гиперболы, видимо, коснутся в этой точке. Как они все, конечно, красиво придумали. Вот, да, действительно, окружности гипербола касаются в этой точке. Да. Это, конечно, будет сложно доказывать, если мы будем доказывать это прямо вот в лоб. Но через вот выполнение вот этого условия, да? То есть, видите, какая тонкая получается связь между алгеброй и геометрией. У меня окружности гипербола коснулись. С другой стороны, я еще понимаю, что гипербола задана таким условием, которые в уравнении окружности выполняются автоматически. И именно поэтому окружность вся окажется внутри гиперболы, да? И именно поэтому она будет касаться, если она будет не касаться... То есть, смотрите, мы доказали, что у них есть общие точки. Раз, два, общие точки есть. Но при этом она пересекать гиперболу не может. Потому что если она будет пересекать гиперболу, то будет часть окружности, которая находится за гиперболой. Но мы знаем, что для всех точек окружности выполняется это условие. Значит, все точки окружности будут внутри гиперболы. То есть, понимаете, какая получается здесь игра тонкая, да? Вот это вот все надо, по идее, да, хорошо, глубоко понимать, чтобы задачу, собственно, хорошо решить. Ну, ладно. В общем, давайте дорешаем, наконец, задачу. То есть, тут понятно становится, что у нас, значит, что должно это быть? Два решения? Два корня, да. Два корня у нас когда получится? Во-первых, мы в целом понимаем, что все корни, то у нас, давайте я красным начерчу, те кривые, да, те линии, на которых будут корни находиться. То есть, вот это вот у нас, собственно, здесь будут корни. Так, и корни будут, собственно, на так. А, сейчас я ее как-то красиво это все начерчу. Вот здесь вот должна проходить, да? Вот здесь. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот должна эта окружность себя вести. Вот. Короче, получается, смотрите. А. Какие могут быть? Вот здесь нет решений вообще. Вот здесь одно решение. Вот здесь, да, отсюда, до касания, о, не до касания, до прохождения через точку B, вот здесь будет два решения. Нет, неправильно, неправильно. Вот здесь будет два решения. Вот. Дальше будет три решения. И начиная отсюда и вниз тоже, до нуля, будет два решения, да? То есть, давайте посмотрим, здесь у нас что? Здесь очень легко найти значение параметра. Это я просто получаю... Касание-то у меня происходит вот так вот. Так что радиус, приведенный в точку касания, перпендикулярный, касательный. Значит, я могу просто от этой точки отсчитаться. Это у нас минус один плюс корень из двух. Вот. Минус один плюс корень из двух. То есть, к центру окружности прибавили длину радиусу просто. Далее. Это у нас что? Это а равно корень из трех минус один на два. А равно корень из трех минус один на два, да? Далее. Здесь у нас а равно нулю. Здесь все очень просто. А равно нулю, понятно. Здесь у нас пересечение. А равно минус 2х и наши окружности. Я его так и не нашел. Давайте найдем пересечение А равно минус 2х и нашей окружности. Я, значит, это подставляю сюда, да? Так. А квадрат превратится в минус 2х в квадрате. Плюс х квадрат плюс 2а превратится в минус 4х плюс 2х. Это все равно нулю. Так. 5х квадрат минус 2х равно нулю. И получается что? Что получается? Две пятые, что ли? Х равно две пятые. Либо х равно нулю. Вот так вот. Либо ноль, либо две пятые. Сходятся ли? Давайте посмотрим. Не сходятся как будто бы. Мне не нравится, что тут две пятые получаются. Потому что, смотрите, одна вторая здесь, да? Это... А, нет, подождите. Почему не сходятся? Сходятся две пятые. Все правильно. Это ноль. А это две... Да, но это две пятые, это, конечно, прекрасно. Но мне-то надо А. А это минус 4 пятых. А это минус 4 пятых. Все. Получается тогда, что вот отсюда в... Так, отсюда в... Так, нет, сейчас, подождите. Это у нас, что? Это у нас три четвертых же. 0,75. Это... Ну да. Короче. Вот отсюда в... Вот досюда в... Снова у нас два решения. Снова два решения. Давайте запишем ответ. Вот ответ, смотрите, какой будет. От... От... Минус 1 минус корень из 3 на 2 не включительно... Нет, включительно. Вот минус 1 минус корень из 3 на 2. Включительно, да? До... До чего получается? До чего? Кстати, почему-то здесь как будто бы... Здесь как будто бы минус 1 должно получиться. Почему у меня у этой точки получается такая ордината? Точно ли будет такая ордината? Что я начинаю сомневаться. Потому что очень похоже на минус 1. Вот. А, так и, конечно, все. Это и есть минус 1. Это и есть минус 1. Минус 1 минус корень из 3 на 2. Это же ордината совсем не той. Это же ордината вот этой точки. Вот. Получается, здесь у нас минус 1. От минус 1. До чего? До минус 4 пятых, да? Это мы считали уже. Минус 4 пятых не входит в ответ, потому что тут у нас один корень. От минус 4 пятых, соответственно, до нуля. Вот тут вот у нас по два решения. Опять же, в нуле у нас, опять же, единственное решение. Вот нуля до корня из 3 минус 1 на 2. Здесь у нас выколотая точка, потому что здесь у нас в корне из 3 минус 1 на 2. Раз, два, три решения. Нам нужно два. Вот. И последняя изолированная точка корень из 2 минус 1. Вот такая вот история. Все. Вот ответ. Очень интересная получилась 18-я задача. Я, конечно, прикидывал, что она будет забавная, да? Что тут окружность, гипербола. Но вот этот момент, что будут касающиеся окружности гипербола настолько, тонко, красиво, да, так сделали, что здесь приходится размышлять, почему именно касаются, а не будет ли пересечения. Вот этот момент, вот эти вот изгибы, да, вокруг точки B, это требует прямо глубокого понимания исследования. Да, пойдемте дальше. Последняя, девятнадцатая задача. Так, она у нас интересная очень, хотя я вот некоторые моменты не понял, конечно. Смотрите, в пункте А бесконечная непостоянная альфметическая прогрессия только из натуральных чисел состоит. А4 равно 12, может ли А42 делиться на 11? Давайте посмотрим. Если у нас А4 равно 12, то А плюс 3D равно 12, да? Я так обозначаю первый член. А это просто первый член, да? А1 не пишу, просто чтобы с индексами не возиться. Вот. А А42 это у нас что? Это А плюс 41D. Может ли оно делиться на 11? Делиться на 11. Ну, давайте посмотрим. Я же могу А плюс 3D отсюда просто туда подставить. Будет 12 плюс 38D. Да, логично, что получается такая история, потому что 4 и 42 отличаются на 38 разности. Значит, 4 плюс 38 разности и есть 42. Ну и вот оно должно делиться на 11. Давайте подумаем, когда оно будет делиться на 11. Можно тупо подстановкой попробовать. Если D равно 1, будет 50. На 11 не делится. D равно 2, 76 плюс 12, 88. Классно. На 11 делится. На самом деле, D равно 2 было плюс-минус очевидно. Еще смотрите почему. Я обычно такую вещь раскладываю, как 11 плюс 33D плюс 1 плюс 5D. Во. Вот это должно делиться на 11. Тогда очевидно, что D равно 2. Короче, ответ да. Если у нас прогрессия вида 1, 3... Нет, подождите. У нас... А плюс 3D равно 12. Я куда разбежался? У нас получается тогда 12 четвертый член. Давайте посчитаем тогда 10, 8, 6 будут первый, второй, третий. Вот. Ну и так далее. И 48 тогда получится... Чему равен? 6 плюс 41 на 2. 6 плюс... А, 88 же. Я же уже считал, что это 88. Ну, короче, да. Вот у нас получается четвертый член 12, последний 88. Он делится на 11. Вот пункт B мне немножечко непонятен. Я вот тут уже прикидывал. Здесь спрашивается, может ли быть A1 равно 13, ну или A равно 13, без единицы пишу, да? Если A73 и A95 делятся на 9. Вот здесь вот уже A73 делится на 9 не работает, потому что A плюс 72D делится на 9, да? Означает, что A делится на 9. Ну, если мы говорим о натуральных числах, мы говорим о натуральных числах. Все, а A не делится на 9. Это противоречит тому, что A равно 13. Все, у нас есть противоречия. Я не знаю, зачем тут про A95 говорится. Может, чтобы запутать, может, чтобы еще что-то там делали. Пошли между A73 и A95 работать. 95 минус 73, это 22. 22 разности. Значит, 22 разности тоже должно делиться на 9. Делится на 9. Ну, не знаю, может быть, тут почему какая-то задумка была, чтобы мы поработали. Но, кажется, у автора, видимо, не удалась эта задумка. Вот, и пункт B самый интересный. Давайте пункт B решим аккуратненько. Прямо, прямо вот, разобравшись глубоко. Значит, первый член прогрессии делится из остатка на 19, второй на 23, третий на 31. Чему равна наименьшая возможная разность этой прогрессии? Вот давайте я сначала запишу эти три числа, да, первый, второй, третий член, как, собственно, ну, там, 19, например, K, 23L и 31M. Вот такие вот у меня три числа есть. Первое делится на 19, второе на 23, третий на 31. Вот. Чему равна наименьшая возможная разность теперь этой прогрессии, если у нас такое выполняется? Вот, смотрите, ну, давайте думать, мне нужна наименьшая возможная разность прогрессии. Ну, в целом, как бы, по условию задачи наименьшая возможная разность прогрессии D равно 1. Вот, давайте попробуем. D равно 1 вообще возможно? В целом, на самом деле, звучит как что-то возможное. Ведь что мне нужно? Мне нужно, чтобы было три последовательных тогда числа, да. Ну, мы понимаем, что у нас 19K плюс 1 равно 23L, да, 23L плюс 1 равно 31M. Вот мне надо три последовательных числа, такие, что одно делится на 19, второе на 23, третье на 31. Ну, это вполне реально может быть. Вот. Давайте, чтобы показать, что это вполне реально, и в целом показать, как мы будем рассуждать, я сначала решу вот такую задачу, только для двух чисел. Может ли быть два последовательных числа, такое, что одно делится на 19, другое на 23. Давайте это сделаем. 19K плюс 1 равно 23L. Вот такую задачу я решаю, значит. Два последовательных числа, 19K и 23L, это два последовательных числа, потому что я к этому прибавляю 1, получаю следующее. Вот. Такое, что, значит, выполняется все вот это, да, то есть делится на 19, делится на 23. Что здесь можно сделать? Здесь обычно рабочий крестьянский метод, не совсем вот, как бы, олимпиадный метод решения, да, то есть ребята, которые разбираются в теории чисел, уже понимают, что здесь делать, понимают, что надо рассматривать цикл остатков, да, рассматривать сразу таблицы обычно. Но неискушенные, скажем так, олимпиадной математикой люди обычно такие, ну, я вижу уравнение. Что я буду с этим уравнением делать? Кстати, уравнение называется диафантовым. Что я буду с этим уравнением делать? Ну, я могу решить его относительно одной переменной. Вот мы решили его относительно одной переменной. Смотрите, что можно дальше сделать. Можно дальше выделить целую часть. 4L-1, да? Делить на 19, получается L+, 4L-1. А дальше можно подумать, а каким должно быть L, чтобы 4L-1 делилось на 19? Ну, вот тут прям в глаза бросается L равно 5, потому что 4L-20, 20-1 на 19, все, поделилось. Вот, L равно 5, не знаю, мне сразу в глаза бросается. Вот, и что я тогда вижу? Я в целом подобрал два числа уже. Смотрите, если L равно 5, то мои числа это 23 на 5, 115. И, соответственно, 19K тогда будет равно 115-1, 114. Давайте проверим, 114-115 действительно ли делятся на 19 и 23. Так, 114 есть 19 умножить на 6, да? Это 60 плюс 54, 114. Кайф. 115 это 23 умножить на 5. Все, действительно. Смотрите, два последовательных числа. Одно делится на 19, другое на 23. То есть, поняли, да? Мне теперь надо три последовательных числа, что первое на 19, второе на 23 делится, а третье делится на 31. Вот. Для этого мне придется... То есть, по факту, я здесь уже немножечко как бы порешал диафантовое уравнение, я нашел частное решение. Для этого мне придется, смотрите, немножечко глубоко, глубже копнуть и еще обратить внимание, что там следующий вопрос есть. Найдите наименьшее возможное значение А5, да? При наименьшем возможном значении D. То есть, я уже понимаю, что D равно 1 в целом, наверное, возможно. И сейчас буду в общем виде решать эту задачу, чтобы потом наименьшее возможное А5 показать. Вот. Чтобы в общем виде эту задачу решить, мне надо немножечко вот здесь вот с L порассуждать. Смотрите, L равно 5, это, конечно, здорово. Но на самом деле, у меня любое число вида 5 плюс 19R, точнее, я его запишу, наверное, в обратном порядке, 19R плюс 5. Любое число вот такого вида подойдет. Потому что, ну, давайте действительно подставим сюда, вот в эту дробь, 19R плюс 5. Будет 4 умножить на 19R плюс 5, минус 1. Видите, как получается? 4 на 19R минус 19 делить на 19. То есть получается 4R минус 1, да? То есть у меня оказывается, что если я буду подставлять вместо L 19R плюс 1, плюс 5, всегда все будет делиться на 19. Вот. Это называется общее решение диафантового уравнения, да? То есть я взял частное решение L равно 5 и прибавил к нему вот этот вот шаг 19, именно потому что у нас деление на 19 происходит. Вот. А здесь относительно K у меня тоже будет решение, выраженное через R. Обратите внимание, я же могу во все это выражение, да, K равно L плюс, вот это все. Я могу сюда прибавить L, L плюс. Так, L плюс. L это у нас что такое? L это 19R плюс 5. Так, 19R плюс 5. 19R плюс 5. И плюс еще 19R, также плюс 5. Здесь у нас возникает, ого, какое совпадение, 19 плюс 4 равно 23R. На самом деле не совпадение это ни разу, 23R плюс 4. То есть видите, это уже общее решение относительно K. Я нашел K. То есть, смотрите, теперь я могу констатировать, да, что мои числа это 19 умножить на вместо K 23R плюс 4. 23 умножить на вместо L 19R плюс 5. И 31M. Вот мои числа, да. Смотрите, у меня уже все стало приятнее, потому что переменных осталось 2 штуки. Было 3 переменных, да, осталось 2 штуки. Но я просто вывел общий вид чисел, да, последовательных. Два последовательных числа здесь всегда будет получаться. Общий вид двух последовательных чисел, таких, что одно делится на 19, другое делится на 23. Они будут всегда последовательными, эти два числа. Давайте проверим, давайте убедимся. Например, подставим R равно 10. R равно 10 будет, так, 234 на 19. Нет, слушайте, это слишком too much. Давайте-ка я на калькуляторе умножить 234 на 19. 4446. А здесь у нас будет 195 на 23. 195 на 23. 4485. Сейчас, стоп, что-то сломалось. 195 умножить на 23. 4485. Так, что пошло не так? 230, 234 умножить на 19 равно 4446. Так, у меня что-то сломалось и пошло не так. Давайте-ка поищем, что пошло не так. Естественно, что не так-то? 23R плюс 4. Так, давайте посмотрим. Ой, вот с этим, скорее всего, что-то не так. Давайте посмотрим. 4 на 19 теперь плюс 5. Плюс 20. Плюс 19. Плюс 1. Здесь будет плюс 6. Плюс 6. Все, пардон. Здесь будет плюс 6. Вот оно, мое общее решение. Так, и здесь тогда будет 4484 наверняка. Так, умножаем 236 на 19. Да, 4484. То есть, действительно, да, что я хотел показать? Я действительно вывел общий вид двух последовательных чисел, таких, что первое делится на 19, другое на 23. Вот, но мы решили пока не всю задачу. Мне надо три последовательных числа, чтобы они делились на 19, 23 и 31. Ну, что я сделал? Я тогда решу еще одно дизофантовое уравнение. Смотрите, у меня ведь было 31M, да? Оно на 1 больше, чем 23L. То есть, вот это плюс 1 равно 31M. 23 на 19R плюс 5. Плюс 1 равно 31M. Вот такое вот будем решать сейчас уравнение. Все. Как я его буду решать? Ну, опять же, я показываю неканоничный способ решения дизофантового уравнения. Тут есть вообще, на самом деле, достаточно короткий способ. Я хочу показать, как вот обычные ребята, которые никогда это не делали, вообще могли бы понять эту задачу. Я, опять же, как в предыдущем случае, попробую сейчас просто выразить одну перемену через другую. Да? Я ведь вот так вот к этому пришел. Вот. Я попробую сейчас одну перемену вырезать через другую, посмотрю, что получится. M равно, так, 23 на 19R плюс 23 на 5, 115, плюс 1, 116, делить на 31. Вот такое вот у меня M. Хорошо, говорю я. Давайте я вот здесь вот выделю целую часть. у меня будет 116, делить на 31, это 3, плюс M, 23 на 19R, плюс 116, 31 на 3, 93, 23, о, 23 получается. Вот, это очень приятное совпадение, или может быть даже не совпадение вовсе, что 23 выносится за скобки. Смотрите, мне теперь надо сделать так, чтобы 3 плюс 23 умножить на 19R плюс 1 на 31. Мне надо подобрать теперь такое R, чтобы 19R плюс 1 делилось на 31. То есть, помните, я здесь должен был подобрать такое L, чтобы 4L минус 1 делилось на 19. А здесь мне надо подобрать такое R, чтобы 19R плюс 1 делилось на 31. Вот оно, в чем вся суть. Значит, я подбираю такое R. Ну, здесь придется, конечно, повозиться. Мы видим, что 0,1 не подойдут, да? Так, 0,1 не подойдут, 2 тоже не подойдет. Получается 38, 39, 31. Ой, 3, наверное, тоже не подойдет. Давайте все перебирать. R, 19R плюс 1. Так, 0,1, 2 не подошли. 3, 4, 5, 6. То есть, надеюсь, где-то здесь рядом оно будет. Так, 19 на 3. Это как 60 минус 57, 58, да? Не делится на 31. 58 плюс 19, 77. Не делится на 31. Плюс 19, 96. Не делится на 31. Хотя было так близко. 93 поделилось бы. Так, 115, да, логично, что он тут у нас возникает. Не делится на 31. Идем дальше. 7, 8, 9. Ну, где-то оно здесь сейчас будет. Главное верить. Главное верить. 134. Не делится на 31. 155, да? 153, пардон. 153. Дальше 172. Короче, я вот эту логику не могу держать, что у нас это увеличится на 2, а здесь цифра уменьшается. Так, 153 на 31. 31 умножить на 5 был бы 155. 172 тоже не поделится. 191. Тут 10 у нас. Не делится на 31, да? 31 на 6 был бы 186. 11, 12. Сейчас подойдет что-то. По-любому что-то подойдет. Главное верить. Так, здесь будет 210. Явно не делится на 31. 21, 229. Я 19 прибавляю. Явно тоже не делится на 31, да? 31 на 7 было бы 217, да. И 248. О, делится на 31, будет 8. Все, нашли. 13. Ура! R равно 13. R равно 13. Возрадуемся. R равно 13 подходит. Вот, мы подобрали частное решение. Это самое сложное было. Теперь мы что говорим? Смотрите, общее решение будет выглядеть, да? Это у нас частное решение. А общее решение всегда выглядит как 31, то есть вот это вот число, относительно которого мы остатки рассматривали. 31, там, не знаю, n. n мы еще не использовали, да, нигде? n у нас не было. Нет, не было n. 31, n плюс 13. И теперь самый сложный момент. Надо теперь подставить везде 31, n плюс 13. То есть, в m подставляем, да, это будет 3 плюс 23 умножить на... Так, 19 на 31, n плюс 13, плюс 1 делить на 31. Надеюсь, вы еще смотрите. Так, 3 плюс. Здесь должно теперь сократиться что-то хорошо. 31 должно хорошо сократиться. При раскрытии скобок получится 19 на 31, n плюс, так, 19 на 13, это 190, плюс 57, это 247, да, 248 должно получиться. Это логично, что это число тут получается, да, 248 делить на 31. И смотрите, 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 здесь будет 8, здесь будет 11 вместе с этим, плюс 11, а здесь будет вот что, 23 на 19 на 31, n. Вот оно число, ура! Да? Нет? Подождите, почему у меня так рано возникло 31? Да, 31 не должно быть, 31 не должно быть, оно сократилось, пардон, чуть не испортил все. 23 на 19, n плюс 11, 23 на 19, n плюс 11, да, и соответственно, соответственно, должно быть что? Сейчас, пардон, все неправильно сделал, все неправильно сделал, очень сильно я все неправильно сделал. Давайте-ка не будем торопить события. Здесь у нас будет 3 плюс 23 умножить на 19, n плюс 8. Вот, 23 на 8 должно быть умножено еще. Так, будет 19 на 23, n плюс 23 на 8, 160, 140, 184 плюс 3, 187. Вот оно. И теперь, только после всего этого, я подставляю в... Третье число, напоминаю, у нас не просто m, а 31m. А мы нашли здесь вот сейчас, мы преобразовывали просто m, да, мы вот с этим работали. Это просто m. Нам нужно число 31m. 31m равно 31 на 19 на 23, n плюс 31 на 187. Ура! Честно вам клянусь, это все, это конец. Мы решили задачу. Сейчас объясню, что произошло. Мы, наконец-таки, нашли вид числа, да, в общем виде. Как у нас должно выглядеть третье число вот этой тройки. То есть, напоминаю, мы искали три числа. Такие что? Они последовательны. При этом первый на 19, второй на 23, третий на 31 делится. Вот. Мы нашли теперь такое третье число. Можем найти первые два. Мне надо будет r равно 31n плюс 13 подставить сюда и сюда вместо r. Но на самом деле в этом уже нет необходимости. Я просто сейчас уже 31m посчитаю. Смотрите, 31m равно 31 на 19 на 23n плюс вот это вот число меня больше всего интересует. Достаю калькулятор из широких штанин. 187 умножить на 31 равно 5797. Вот. И это у нас получается будет третье число. Смотрите, что мы получили. Вот. Значит, нас интересовало, собственно, чему равна наименьше возможная разность этой прогрессии, если все три делятся. Вот я получаю число 5797. Вот это третье число прогрессии. Здесь у меня будет 5796 и 5795. Значит, утверждение следующее. Вот это делится на 19, это делится на 23, это делится на 31. Убедитесь в этом. Проверьте. На калькуляторе я сейчас тоже проверю, потому что не помню я таких чисел. Так. На 19 делится. 5796 на 23 делится. И 5791, естественно, делится на 31. Мы его только что получили. Так. Все. Да. Здорово. Вот у нас три числа, собственно. То есть d равно 1 действительно минимально. d равно 1 может быть. Да. d равно 1. Да. Вот. Теперь вопрос следующий. Смотрите. Зачем мы так парились, чтобы ответить на второй вопрос? Найдите наименьшее возможное опять при наименьшее возможное значение d. Так вот, наименьшее возможное опять, оно будет, да. Как раз таки. Я ведь что сделал? Я вот этот вот общий вид решения. Да. Подставив n равно 0, я получил наименьшее третье число. Вот это вот а3 наименьшее. А значит наименьшее пятое число будет 5798, 5799. Вот оно, наименьшее пятое число, которое будет получено при таком а3. Здесь составитель нам специально вот этот вопрос засунули, чтобы мы подольше повозились вот с этим вот общим решением системы диафантовых уравнений. Фактически мы с вами сейчас решили систему диафантовых уравнений. Каких диафантовых уравнений? У меня было три числа, 19k, 23l, 31m. Мы решили вот такое вот уравнение, 19k плюс 1 равно 23l, 23l плюс 1 равно 31m. Мы вот такую вот систему с вами решили. Вот. Ну, там по идее klm находится, да, но если сюда, вот сюда подставить еще r найденное, то у меня получится, вот оно r, да, то у меня получится, собственно, kl и m у нас тоже уже найдено где-то было через r, я уже забыл где. Вот у нас 31 плюс 13, или вот это вот у нас m. Ну, короче, а, нет, подождите, вот это у нас m, вот у нас m. Вот, в общем-то, да, получается, систему диафантовых уравнений мы с вами решали. Вот такая задача, очень сложная, очень интересная. Надо в ней обязательно копошиться и разбираться в таких задачах, да, потому что это прямо одна из самых основных тем в теории чисел. На ЕГЭ, сейчас не вспомню в какие годы, но что-то на сильно более простые, естественно, вещи, да, похожие на это было, то есть там какие-то диафантовые уравнения решались. Вот, ну, если вы научитесь разбираться в такой задачи, то вы ЕГЭшную прямо вот, не знаю, мне кажется, за 15 минут развалите. Все, вот такой вот получился вариант, мне очень понравился этот вариант, сильно больше предыдущего понравился, классные задачи, и 18-ая с какой-то красотой, да, внутренней, и 19-ая оказалась непростая. И в 17-й надо немножечко подумать, да, тут большинство чертят только вот так вот и не догадываются, что надо продлить, да, и в 14-й тоже был свой прикол. В общем, интересная вторая часть. Что могу сказать? До встречи на следующих разборах. Где-то здесь была, вот еще, да, был QR-код, у вас перед глазами ссылка в описании, подписываться на мой телеграм-канал ЕГЭ без боли, там очень много чего полезного. И есть еще, кстати, полезный чат, в который можно скинуть вопросы, если у вас что-то не получается. И, да, обратите внимание еще на мои курсы по сложным задачам второй части. С большой скидкой сейчас доступен пакет курсов. В общем, до встречи на следующих разборах, как говорят у нас в Мексике. Auf Wiedersehen!